здравствуйте эта программа тема дня на канале тонн тв сегодня в студии михаил юровский откуда человек произошел какие у него корни кем были его предки чтобы понять какие люди люди какой профессии занимаются этим мы обратились к специалисту по генеалогии нади липис она у нас в студии здравствуйте надя а вы знаете что часть евреев имеют испанское происхождение и на этом основании получает испанское гражданство безусловно а вы знаете что часть этих евреев находится является уроженцами советского союза нет вы можете рассказать о том подробнее конечно мы слушаем а дело в том что испанцы им когда они принимали этот закон рассчитывали естественно и на выход из советского союза ни в коем случае она богатых евреев жители америки израиля имеющих марокканское в основном происхождение потому что всем известно что основная масса евреев испанских эмигрировала именно туда при этом они забыли о том что большая часть евреев эмигрировала в турцию и уж конечно они совсем забыли что половина турции теперь это украина молдова и прочие республики не учли да вообще не учли поэтому теперь они находятся слегка в странной ситуации при которой то есть у выходцев из советского союза естественно нет документов 500 лет недавности которые бы могли провести линк между текущим человеком и его предком который конкретно эмигрировал из испании с одной стороны с другой стороны приблизительно у двух процентов может быть население в принципе есть такая возможность проследить свои корни документально за 500 лет это мы даже не берем ситуацию с архивами ссср ну то бишь бывшей российской империи которые все время горели которые перемещались с места на место и так далее то есть в принципе документов родословных более 500 лет недавности не существует по всяким разным причинам в том числе и потому что в основном эти документы хранили лица благородного происхождения то есть дворяне там что-то такое да евреи таковыми не являлись им это было абсолютно не нужно плюс в массе случаев они в основном бегали от своих правительств потому что по разным опять же причинам и когда-то в армию призывали когда-то налоги не хотели платить когда-то еще что-нибудь такое было вот но в сути в общем-то не в этом суть том что если человека в метрике допустим о рождении вот там прабабушки написано что его прабабушка дочь турецкого мещанина то очень сложно испанцам отказаться принимать такого человека потому что турция приняла испанских евреев то есть остап бендер в принципе мог бы то есть остап бендер если он дожил до наших дней он не мог претендовать на гражданство а в испании еще как какой-то и получил бы гражданство хорошо а израиль для некоторых людей не для всех тоже как ни странно является привлекательной страной и поскольку пускают сюда предоставляют законный статус в основном людям у которых есть еврейские корни до третьего поколения насколько я помню а если по маме то может быть еще и и дальше это они наверное тоже к вам обращаются с просьбой проверить нет ли у них все-таки каких-то корней потому что вот какая-то фамилия немножко не славянская или нос там немножко не славянский бывает у вас такое у меня такое бывает приблизительно 15 раз в день причем версии о своем еврейском происхождении гипотетическом могут быть абсолютно разные и я настолько от этого устала что написала книжку называется а вы по национальности основываясь на известном анекдоте на вы по национальности да да а вы нет а шо так вот то есть вот именно для этого и теперь когда эти люди ко мне обращаются играть вы сначала прочитаете мою книжку если у вас после этого еще останутся какие-то вопросы тогда напишите мне еще раз в принципе обычно вопросов у кого не остается и потому что я конкретно собрала все случаи все вопросы с которыми обращаются и дала них ответы почему нет да и и какой процент вероятности что все таки да хорошо давайте вот например они не обращаясь конкретным лицам естественно мы не хотим никого раз к ничью тайну раскрывать но допустим фамилия баташов да может ли она происходить допустим от библейского имени батшева человек по поменял там славенизировал и русифицировал свою фамилию вместо там фамилии батшева или еще какой-то в этом роде стал баташов стоит ли ему обращаться к вам дело во-первых абсолютно не фамилии баташов что естественно не имеет ничего общего с именем батшева дело в том что у евреев может быть какая угодно фамилия и их могут звать как угодно то есть это может быть все что угодно и поэтому рассматривать кого-то только на основании фамилии имени абсолютно бессмысленно то есть рассматривается комплекс вопросов связанных допустим с тем чем они конкретно занимались и что они сделали во время эвакуации например как это ни странно основная масса жителей советского союза не знает что происходило все время во время оккупации то есть когда задаю вопрос а где были ваши предки они говорят ну вот там были под нацистами каким-то образом запорожье например я говорю ну и как они по-вашему прожили вот этот оккупационный период их летний играть ну как ну голодно было да там работа была немцы рядом ходили да ну то есть а что такое или там иногда еще фееричнее бывает когда люди говорят ну вот они там жили в таком-то городе я говорю хорошо и что а он что разве был оккупирован я как вы думаете область была оккупирована он стоял вот такой себе ленинград ой что как-то я даже не думала что вот он тоже был оккупирован то есть у людей проблема реально с историей и и проблема с пониманием что такое вообще евреи и чем им грозили последние сто лет хотя бы да которые они провели в рамках советского союза там или развала российской империи то есть люди вообще этого не понимают и поэтому у них масса всяких разных фантазий которые действительно подкрепляются в основном фотографиями бабушек то есть они считают например что если вот бабушка была брюнетка кореглазая ну по-любому а не дай бог действительно нос какой-то там с горбинкой так это вообще при том что они описывают данном случае средиземноморскую внешность то есть грузин армянин болгарин все что угодно это вообще никого не интересует ну а на западной украине вообще идеал красоты это темно волосы да черни очи карри брови и имена типа мирон зиновий вы не поверите значит украинцы конечно вот сами жители украины они все-таки более менее ориентируются в ситуации зато для жителей 1 фср смысле россии происхождение бабушки или дедушки из украины это автоматически говорит о том что этот предок еврей то есть это вообще да да маст просто то есть бабушка приехала значит откуда-то у нее в паспорте или там свидетельство рождения написано что украинка по любому значит еврейка была ну то есть вообще нет украинцев все украинцы это евреи это стабильно но это логично потому что украинцы то они при евреи пришли на украину из польши а соответственно потом пришли дальше в российскую империю так появилась черта оседлости то есть наверно логика какая то есть ну какая то да хорошо а у вас есть насколько я видел и достаточно печальные моменты потому что история евреев она не очень веселая в принципе и вот как вы как у вас получается скажем так нормально жить вот с этим огромным грузом таких человеческих трагедий потому что я так представляю себе что тот кто достаточно много времени проводит в архивах он и на него это реально давит вот эти вот очень печальные трагические истории ну нормально жить не получается конечно что делать кто-то же должен ну да наверно то есть вот так и живем вы говорите да и хорошо хорошо ничего хорошего на самом деле о погромах если можно история вот все таки разные истории с нынешней героизации украинских лидеров прошлого насколько все таки можно говорить о сложных моментах как о об ингерентном имманентном украинском антисемитизме то есть можно ли говорить о том что есть украинский антисемитизм который какой-то особенный и он чем-то отличается от русского или от немецкого германского он особенный и он больше похож на польский антисемитизм опять же по понятным причинам потому что именно поляки научили украинцев не любить евреев украинцам до знакомства с поляками скажем так это было не свойственно русский антисемитизм он вообще достаточно странный потому что русские большей частью и евреев-то никогда своей жизни не видели то есть они не слышали пока да они ненавидят что-то с чем они даже не знакомы и конечно не не в состоянии определить по каким-то внешним признакам что-то человек еврей или нет поэтому них евреи автоматически были все кто им не нравился то есть вот кто-то не за пытается сэкономить или что там еще делает то есть тут же всплывает все вот эти вот стереотипы сразу человек объявляется евреем и вы не поверите потом потомки этого человека мне пишут и говорят нам уж точно евреи нас все соседи там обзывались на дедушку что он жив допустим да но это вот должно быть так да давайте теперь науке смежной да то есть этнографии лет налоги а как она на западе называется то есть для того чтобы человек относился к определяю какому-то этносу должны выполняться несколько условий от одной из них это самая идентификация но и язык то есть и когда мы говорим о евреях то язык у них может быть совершенно разный но сама идентификация как правило 1 и она восходит опять же к каким-то там может быть к библии библейским моментом но в случае с европейскими время только антисемитизму то есть если человек страдал от антисемитизма даже если он формально не имеет еврейских корней то он может себя идентифицировать как еврея правильно он может себя евреем считать даже не в этом дело то есть он то про себя точно знает что они евреи точнее он про себя в данном случае точно знал что не еврей потому что семьи веками жили в одном и том же месте крестьянские семьи крепостные крестьяне евреи не могли быть крепостными крестьянами хотя в принципе есть пара случаев когда их пытались закрепостить в беларуси по-моему даже это в одном каком-то конкретном месте удалось но это быстренько отменили и в принципе в других местах этого естественно никогда не происходило то есть сам человек про себя знал но при этом когда он себя как-то вел до его соседи конечно прекрасно могли говорить что вот ты ведешь себя как жид хотя не он никогда этих самых жидов не видел не соседи никогда этих жидов не видели они там где-то прочитали как себя должны вести жиды или им поп рассказал или там еще что такое вот произошло непонятное и они вот просто вот так вот обзываются знаете такая фигура речи ничего личного а потом когда этот человек умирает и у него рождаются какие-то внуки которым срочно надо когда-то уехать они тут же вспоминают что вот на селе говорили что вот дедушка жит и все какая модификация у него не было никакой самоидентификации и у них тоже не было никакой самоидентификации они просто хотят что-то верить и верят и тогда но вот в израиле есть и люди например немало людей как фамилия которых протопопов евреи которые в четвертом или пятом поколении потомки субботников и фамилию они не меняли а так и остались протопоповы для нас для тех кто знаком с русским миром фамилия протопопов с евреями сложно сочетается но тем не менее в израиле я сам лично знаком а фамилия коваль как все время сочетаются а фамилия медведь как сочетаться с евреями коваль это это шмид это все таки профессии конечно а хорошо а медведь это тоже профессия медведь мне кажется у евреев есть фамилии которые от животных по крайней мере конечно и медведь и вид медик есть я поэтому говорю что ориентироваться на фамилию абсолютно бессмысленно у меня были клиенту круглая фамилия стоянка ваще можете представить себе что то еврейская фамилия фамилия украинец украинцы украинские это тоже кстати да достаточно распространенная фамилия я про нее даже писала и говорила что раз есть такая фамилия значит страна 중국 конечно конечно я на вот и посол себе населенный пункт и если который называется украинка поэтому такое дело поэтому фамилия это вообще ни о чем то есть даже когда мы говорим а вот есть такой ведущий, кстати, хороший пример, отличный на радио РЭКа, на котором я была вчера, которого зовут Олег Клодц. Клодц, еврейская фамилия, да? Но в данном случае его папа немец, то есть это немецкая фамилия. Людям, естественно, ну, которые знают, что такая фамилия еврейская, они приходят в голову, что на самом деле папа этого самого Клодца, а не еврей. Олег, извини, что мы здесь раскрываем твои личные данные, я надеюсь, ты не обидишься. Вот. То же самое касается фамилии Клейман, какой-нибудь Рубинштейн и всё такое прочее. Это может быть фамилия еврейская, это может быть фамилия немецкая. Вы никогда точно не знаете, о ком, собственно говоря, идут речь. Точно так же, как все фамилии, которые пришли от городов и заканчиваются на ски, соответственно, да? То есть Юровский есть еврей, а есть не еврей. Да ладно! Не Мировский есть еврей, а есть не еврей. Может быть всё, что угодно абсолютно. Мало того, в Беларуси очень загадочная страна, есть пласт людей, у которых фамилия Аронович и Робинович, и они при этом не евреи. Я специально проверяла. Вы меня шокируете. До восьмого поколения эти люди, взглядом точно, были православными. Каким образом они получили такую фамилию? Я понятия не имею. Но факты остаются фактом. Их много. Мы на этом завершим пока, но я надеюсь, что вы придёте ещё к нам в студию, потому что я чувствую, что у вас в багаже столько интересных историй, что можно будет даже цикл передач делать. Договорились. Это была программа «Тема дня» на канале ТОН-ТВ. В студии был Михаил Юровский и специалист по генеалогии Надя Липес. Спасибо, Надя. Всего хорошего. Оставайтесь с нами. До свидания.